Огород. Смотрите, Игнатьевич, какие красивые облака. Как подвешенные. О, облака. Какое облако удивительное. У, да там еще есть, едет, сено везет кто-то. Ну, скорее всего, солому. Это кто же такой? Это Игорь, может быть, где-то брал. Вот и наш влагерь, теперь музей. Столбы. И вот смотрите, какие облака. Как кто-то из пушек стреляли в Бородинское сражение. Это трактор не Игоря. А? Это трактор не Игоря. Не Игоря? Нет, это может быть только если Евгений Ичук. Может быть. Вот какое дело. А там зелень, это озимые. А там гречка вон коричневая, сваленная в волках лежит. В волках гречка? Да. Так не убрали еще? Нет. Вот сколько интересного в деревне. А вот лагерь показать. Музей теперь, комплекс для бедных лагерей. Господь помиловал нас. Все сохранил. Да благословит Господь всех, кто помогал в этом. Вот и депутаты ходатайствовали, писали до этого в Генеральную прокуратуру. И вдруг Бог дал. У меня случилось нынче. Я приглашал на День деревни. Ну и в Краевую прокуратуру пришел. А там подполковник женщинок, как принимает людей. Не найду, где он. А вон он идет, где. Ну, Лапкин, с чем мы пришли сегодня? У меня хорошие отношения были с предыдущим прокурором края, генерал-лейтенант Поросткун Юрий Федорович. А новая, я не знаю, Кочергин, кажется, фамилия. Ну, не знаю. И получилось так. Володя эту главную работу делает. Это бобер. Откусил от ветлы. А мы взяли на столбушок. Вон видно его, как он грыз. И вот здесь мы 75, 150, 190, почти 200 метров огородчик. Если не больше. Загородили все, все. Я вспомнил, что я вчера насос-то увез, а этот не забрал. Патрубок. Патрубок? Ну, давай. Скажем, почему-то даже мы как-то вытаскивали прям патрубок. Никогда в воду не залазили. Это зря ты его привязал-то. Ну, не у груз какой-то сделал-то, и все бы. Нет, он работает вертикально. Мы когда его чуть наклон вот такой делали, он не работает, не втягивает. А когда горизонтально, тогда хорошо. Ну, значит так. Давай-то вертикально. Давай. Все, отвез уже. Вон он. Солому кому-то привозил. Покупили. Разгрузил. А кто? Проехал в этот край. А тут только Андрей Устинов. Андрей и Алексей рядом. Погнал. Вот теперь на наш первый-второй мостик, наша дорога. Я тебе на плоту не нужен? Можете садиться. А? Можете садиться. Ну, если я не нужен, я садиться не буду. Я на берегу буду. Можно снять. Все. Ты давишь от столба. Не упади, смотри. У тебя сапог порванный. Вода нальется, если под воду упадешь. Не только сапог. Вот как, пошел. Я по берегу пройду. Тут репей. В этом репе сейчас я... Володя идет. Смотрите, это вот негде. По бурьяну. По оврагам. Вот какая низинка какая. Отдел. Тихо в озеро-то. Вон волны пошли как. Это тоже интересно. Когда на природе, то у тебя больше заниматься нечем. Все природно рассматриваешь. А которые вот это лезут, там комментарии дают, матершины. Это зловоние-то издают, потому что он... Ну, человек-то зря носит это название. Чело и бег. Чело-лоб, направленный в вечность. А здесь никуда он. Заглядывает в чужие туалеты. И еще не находит. А нам некогда заниматься этим. Вот, видишь, Володя как-нибудь. Да как быстро. Нисколько не тише, чем на лодке. Ну, около берега тут. Он достает. Вот, видишь, как камыши. Вот деревья пали. Они оказались в воде, когда уровень воды сильно повысился. Сильно. Я не знаю, на сколько. Ну, больше метр-то. Так есть еще шанс еще поднять выше. А рыба до конца не будет промерзать. Вот так. О-о-о, коряги-то какие. Коряги нанесло сюда. Насос снял, а патруба, которая засасывает. Ой-ой-ой. Я упал, завалился. Под травой оказалась нора. Ой-ой-ой. Это... Да нора огромная какая. Это нора эта. У-у-у. Барсюк. Да какая она нора-то тут. 40 сантиметров на 40. На 45. Ага, здесь концовка. Дальше нету. А отрожек идет. Дальше и не один. Да как же так я тут ногу-то не повредил. Смотри, что делается. Они... Бобринная нора огромная. Это под травой не видать. Как я рухнул туда. Колено и так болит. Вот такое дело. О-о-о-о. А тут еще одна. У-у-у. А тут полметра на полметра. Траву-то убрал. Вот у человека пролезет. И это тоже концовка тупиковая. То есть вышел, не пошел. А вот так поднялся кверху. От воды. Ну сколько? А, тут траншея у него. Траншея обвалилась. Траншея. Ну, сколько тут. Вот чтобы вертикально было, Володя тут. А тут что-то даже камушки лежат. Они разве были тут? Что там? Камушки, камушки лежат. Так вот это тоже надо... А, это шланг. Я его заткнул. Заткнул. А то прошлый раз мышь залезла там, да и погибла. О, как обросло. О-о-о. Подождите, подождите. Да я ничего не делаю. Просто поднимаю тут вот ее. Вы меня к берегу тянете. На тележку увезем. Будь поднялась как-то. Вон, вон. Какая у него куча завалена тут. Нора? Ну, конечно, вон, видите. А, так это он хату делает? Да, это хату, а он уже не первый год здесь у нас. О-о-о. А хата какая огромная. Все, можно тянуть. Подожди-ка. Сейчас я на берег сойду подальше. Так, все тебе не нужен? Все? Все. Я потащил ее оттуда дальше. А это мы баню. Вот он сколько наносил. У-у-у-у. Огромная у него хата какая. Это она метра четыре. А палка эта, вон, белая, которая, это что? Чистая. Это он приволок? Ну, видимо, да. Я не ложил здесь. Метра четыре. А это у нас была баня. Теперь убрали. Тайность здесь. Пастухи рядом и не видели. Топили, когда не спать, ложились. Это вот какая яма. Я сейчас скажу с предбанником. Раз, два, три, четыре, пять метров. Пять метров, ну и так, метра три. Ну, тут и глубина метра два с половиной. Вот показано, электрический ток шел. Мы еще и огородили ее, чтобы случайно какая корова не упала. Человек, потому что мы за это отвечаем согласно Слову Божию. Если яма была и упал человек, худо тебе будет. Вот так. Это котел выброшенный. Ой, сколько есть воспоминаний. А зимой тут охотники приходили, топили. Просто. А вот деревья, которые все обкусаны. Березы. Обкусаны, обгрызены. Там он в воде засох. Здесь тоже. Вот здесь вот овраг. По нему вода текла вновь в потоп. А это вот наш огородчик. Садок. Я сейчас иду сюда. Тащу волоком за собою. И оборачиваюсь. Вот у нас тележка. Двухколесная. Никаких роликов нет. Ничего. Вон она далеко стоит. Вчера закончили мы городить. Вырубили. Каренда. Она ягод не давала. А все. Вот это у него патрубок в воду был. Сейчас я его замерю. Сколько он был. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ровно шесть метров. Вот он привязывал. Патрубок. Видишь весь вода как попадала туда непонятно. И вот этот куст вчера с таким трудом все-таки вырубили его. Вот он. Я сказал Володе. Загородил ограду. Подняли. Сетка высотой полтора метра. Она полметра была. Остальное уже заросло внизу и рычагом вырывали. Вот все. В городе ничего этого нет. Двадцать шесть ям выкопали. Куда столбы ставить. Вот старые перепрокидывали столбы. Но уже двадцать шесть. И вот. Теперь соединился садок с огородом. С огородчиком. Вчера я тут писал. Не знаю. Есть нет. Что у нас тут? Восемьдесят. Четыре метра на двадцать. Восемьдесят четыре. Ну, примерно семнадцать сотых. Везде у нас шестиметровый шест с крестом восьмиконечным. Вот отсюда только и то, сколько можем увидеть. Пять мест. Где костер. Где обедали два. Где молились три. Вот здесь четыре. Пять. И там перед тополями шестой. Что-то волны там идут. Дай-ка. Вот я подойти и решился. Боязно ближе. Пяти метров подходить. Норы. А норы, видимо, мало. Я не вижу, что там. Нора еще. Нора. Показывает. Попал. У-у-у. Сантиметров, наверное, по полметра. Бобер. Ну, может быть, он не такую рыл. А уже потом и все, это, обтер. Ничего себе. Я рухнул. Нога-то какой. Ой-ой. Ну, я сейчас иду метров на десять подальше. На этом расстоянии-то, наверное, нету. Ну, это 1 октября 2019 года. Вот мы сейчас привезли запасные столбушки. Около берега плывет. Я тоже плод делал, но поменьше. 144 бутылки. 6 или 12 мешков было. Ну, его на больше, полтора раза. А этот мы туда, на всю сторону, быстро на велосипед. Человек от 3, свободно на езжение. Переплывали дети, очень любили это. Один раз я пришел. Лежу, доска лежит большая. Там, в деревне, называем Матушкин дом. Я говорю, а что тут доска такая большая? Это Катя Глушкова. Она решила плавать на доске. Мне этого достаточно было, чтобы я пришел домой. Взвесил возможности. И взвесил возможности. И взял плод с ограждением. Володя-то тут нет. У меня поручни были. На той стороне, там, среди деревьев взял. На, Володя, тебе вот этот. О! Скамейку. И объявил ее старшей. О! Кто это пасет сегодня, гонит коров? С ним собака, дымок. Устиновый. Устиновый, дымок. Ну тогда так. Никита. А если Устиновый, то это Никита. Никита, да. А или Иосиф. И собака, смотри, подгоняет. Молодец. Ну и вот Катя сделал старшей. И она стала там катать людей. А сидят там, и гальян появился. Никто не пускал ее туда так. А посмотрел я, Володя-то, устинов, ну, муж моей сестры, и говорит, вот что попало, делает на меня. Она говорит, а ты бы стал делать? Он говорит, никогда. Он говорит, ну вот в этом ваша разница. Разница. Я услышал, ребенок сказал, крутиться не там, как переворачиваться надо. А так она вязь была в лагере, на лошадях катались. А сразу сделал в другом месте. Ребенок пожаловал, имеет право иметь все, что желает, чтобы никому не вредно было. Не выходить за рамки нашего устава. Я их приучал к свободе. В этой свободе, чтобы они могли отвечать за себя. Все. Клен пророс хорошо как. А? Клен хорошо пророс был. Ну да. Мы говорили с тобой посадить, а надо будет посмотреть, где-то набрать, и пройти сюда, на тележку набрать их, полсотню хотя бы, и везде натолкать тут, и они прорастут прямо вдоль ограды. Там-то они же как-нибудь воспользовались. То есть, надо поливать тогда, периодически. Не надо ничего поливать. Мы сейчас его посадим, в весной там вода от снега, снеговая. Не знаю. И потом глубоко его не надо совсем. За осень-то может засохнуть. Да, найти надо, где мелочь такая есть сюда. Ни березы, ничего, клен. Все равно чуть-чуть-то полить надо, он за осень-то может засохнуть, если дождей не будет. Ну, вот осенью можно полить. С корешками их надрать и посадить. А там много там, где наши склады. Так, тут все сделал, да? Закрыл? Да. Вот все, пошли дальше. Теперь мы будем грузить то, что сгнило на дрова. В Германии или где-то там дед-прадед сделал, он бетонное, железное. Ну и все, больше никто не касается. А мы каждые там 5-6 лет заново все переделываем полностью. А почему? На деревне-то сколько раз уничтожалось? 21 тысячи деревень стерты с лица земли. А сейчас добавляется еще 10 тысяч. Я беру из интернета данные. Которые, говорит, дышат на ладан. Один-два человека остались. Идет уничтожение государства. Как будто такая государственная программа. За перестройку 120 миллионов абортов. Герман Стерлигов дает данные эти. Они достоверные. Вот так. Я думаю, его сначала положить, чтобы на низу был. Ого. Володя прошел. Я поднесу его. Я поднес шланг. Туда его нанесу. Удобно будет. Доска на доску. Ну, вот это, которое накидали. Мы-то оттуда столбушки называем. Ну, они метр по полтора. Больше-то нет. Метр. Все остальное сгнило. Видно. Вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. 12 примерно столбушков это заменить надо. А это вот каренду. Вырубить пришлось. Она все заслонила. Теперь мы опять подняли. Вон там сегодня мы поставили в конце. Вот. Жердачка. Здесь точно так же. Кривое тут, клен. И все это интересно. Для Бога. Потому что все, что делаешь, делай как для Господа. Вот вырубили. Как сделал вчера? А? Как вчера сделал? Отлично. Отлично. Я это и хотел, чтобы ты вертикально поставил. Скотина уже не полезет. А когда ничего нигде нету, то это худо. Вот до конца можно было пройти туда поставить. Можно было поближе сюда вывезти. Ведро-то не помешает там? Ну ладно. его можно было в руке взять. Оно мешает. Вытащи его. И топорик так нужно положить, чтобы можно было взять в случае чего. В конце положить. О! Давай. Я пойду держать теперь. Чтобы не опрокинулось. время должно быть час. Скоро обед. А почему? А вон коров гонят. Было до 12, а сейчас сделали до часу. Пасти. Почему? Потому что не в 8, а в 9 стали выгонять. Коровы идут. Блинно, бока полные. Хорошо паст. Хороший пастух. Хуже всех пасет тот, кто никуда не гоняет. А вот здесь только стоит. Ты вот посмотри, кто? Не Никита? Он машет рукой нам. Да, Никита. Как хорошо в деревне. Все свои. Он мне внучатка. от племянника. За раз-то у нас не выйдет. А? За раз-то не выйдет увезти. Не выйдет, но в два раза сделаем. Клади еще. Они не очень тяжелые. Еще одну положи сверху и закрой. Они габаритные. А, они еще. А что тебе? Остальное сгнило. Все. А там не надо? Давай. Сбоку. Что? Сбоку надо, нет тут? Сбоку? Да. На дрова? А, тут не войдет. Нет, не войдет. Ладно. Привязывай. Молоко свое, сметанка своя, творожок, сливочки. Мясо бывает. Тут говядина и баранина. У батюшки только до 100 веса было. Один держал свиньи, около 100 свиней. Володя плотников. Галина тут была 450 куриц. Мы шли-то сюда несколько облаков было, а сейчас уже все же. А сейчас вот какие облака мы показывали сегодня. Сейчас затянуло. Показать. Вот это вот, где лагерь был. Найдем, какие облака, деревья. красота. Насытился, говорит, жизнью. Насытишься тут, когда столько красоты. А там он синий. Это храм. Храм, боже. А это линия электрическая сюда идет у нас. Все, готово. Ну все, тогда пошли. Давай. Тронемся с места. Повешать можно сюда и рукой поддерживать. Повешай, я подойду с левой стороны и тебе там буду помогать. О! Своей машины у нас нету. Ну, можешь маленько затормозить, чтобы я тебя догнал. О! Все! Поехали! О, какая туча грозная! Да! Как этот взрыв этой атомной бомбы. Да! Очень даже похоже. Какой-то самолетик все летает сегодня. Это лагерь. Теперь музей, комплекс для бедных лагерей. лагерей. Лагеряя. Спасибо.